Вы никогда не задумывались, как современные телефоны с большими батареями заряжаются так быстро? В этом видео я объясню вам технологии мобильных зарядок, начиная с простейших моделей и заканчивая настоящими произведениями искусства. Перевод видео с канала компании RichTech. Ссылка на оригинал в описании. Раньше батареи в телефонах были небольшими, а системы их зарядки относительно простыми. Но новые смартфоны становились мощнее и мощнее, и их батареи также увеличивались. И чтобы быстро зарядить такие батареи, нужны сложные системы зарядки. Химический состав батареи, схема заряда внутри телефона, адаптер питания и даже кабель зарядки, все они со временем поменялись. Давайте начнем с батареи. В смартфонах обычно используют литий-ионные батареи. Размер батареи определяется емкостью, которая измеряется в ампер-часах. Если у батареи емкость 1 ампер-час, это означает, что батарея, давая ток в 1 ампер, может проработать 1 час, пока не разрядится. Заряжать эти батареи нужно в режиме постоянного тока и режиме постоянного напряжения. Для сильно разряженных батарей нужен еще цикл предварительного заряда. Большая часть процесса зарядки, около 80%, происходит в режиме постоянного тока. Обычные литий-ионные батареи заряжаются током от 0,8С до 1С. То есть батарею емкостью 1 ампер-час можно заряжать током от 0,8 А до 1 А в режиме постоянного тока. Но из-за эффективности батареи, а также стадии зарядки постоянным напряжением, зарядка батарейки током 1С займет около 2 часов. Небольшие телефоны используют литий-ионные аккумуляторы, а большие смартфоны, как вот этот Galaxy Note 10 Plus, используют большие батареи с емкостью больше 4 Ач. Чаще всего это литий-полимерные аккумуляторы, вместо литий-ионных. Их можно сделать легче, более плоскими, и также они могут отдавать больший ток и заряжаться большим током. Как видно, с ростом емкости аккумулятора приходится увеличивать и зарядный ток, во избежание слишком длительного времени зарядки. Новые литий-полимерные аккумуляторы могут заряжаться большими токами, такими как 1,5С или 2С. Так что 3 Ач можно зарядить током 6 А, это существенно сократит время зарядки. Добиться токов 6 А или выше внутри телефона это довольно непросто, это требует специальных схем зарядки. И адаптер питания, и номинальный ток зарядного кабеля, и схемотехника зарядки внутри телефона определяют, какой именно ток может быть обеспечен во время зарядки. Телефон должен убедиться, что его входной ток не превысит предел зарядного кабеля или же адаптера питания. Также температура внутри телефона не должна быть слишком высокой во время зарядки, это влияет на срок службы аккумулятора. В этом небольшом телефоне установлен маленький 0,6 Ач аккумулятор и используется microUSB кабель для зарядки. Здесь используется линияная схема зарядки, которая ограничивает ток, рассеивая лишнюю энергию в тепло. Ток на входе в данном случае равен току батареи. Стандартный USB-порт может обеспечить только 5 Вольт и ток полампера, то есть 2,5 Ватта. Так что если подключить этот телефон в USB-порт, то он будет заряжаться током меньше, чем полампера, чего достаточно для небольших аккумуляторов. Максимальная рассеиваемая мощность на микросхеме зарядки составляет примерно 0,6 Ватт, что не сильно нагревает телефон. В телефонах побольше используются и батарейки побольше, емкостью где-то 1,5 Ач. В них используются импульсные схемы заряда, которые регулируют ток и напряжение, потому что линейные будут слишком горячими. Отношение тока на входе к току на выходе определяется отношением напряжения батареи к входному напряжению. При токе батареи в 1,5 А получится где-то 1,2 А на входе, при 5 Вольтах на входе. Так как стандартный USB-порт обеспечивает только 0,5 А на выходе, зарядные адаптеры здесь немного отличаются. Они называются DCP, выделенные порты для зарядки, и они могут обеспечить больший ток, до 1,5 А. Проводники в USB, отвечающие за передачу данных, D+, и D-, соединены между собой внутри зарядки. Это определено в стандарте USB-зарядки BC1.2. Так что телефон проверяет линии данных, и если провода D+, и D-замкнуты между собой, он поднимет ток заряда батареи, но при этом будет сохранять входной ток на уровне не более 1,5 А. То есть максимальная мощность будет 7,5 Вт. Давайте возьмем одну из ричтековских 5-амперных импульсных зарядок, чтобы показать, как это работает. В RT-9467 встроена схема определения линий данных. У зарядки есть цепи контроля тока на входе и контроля тока батареи. Это настраивается через шину E2C, и здесь можно включить автоматическое определение DCP. Здесь видно, как работает зарядка, когда она не определяет DCP-порт. Микросхема подстраивает ток заряда батареи таким образом, чтобы ток на входе не превысил 0,5 А, для нормальной работы USB. Если я соединю линии D+, D-, и перезапущу зарядку, вы видите, что ток заряда возрастает, но при этом максимальный ток на входе не превышает 1,5 А, чтобы не перегрузить DCP-порт. У некоторых производителей телефонов, таких как Apple и Samsung, есть собственные системы. Их зарядники манипулируют линиями D+, D- определенным образом. Самсунговский телефон может определить самсунговскую зарядку и брать от нее еще больший ток. Но максимальный ток теперь ограничивается предельным током кабеля microUSB. Это около 2 А. Так что 5 В и 2 А дает максимальную мощность 10 Вт. Повысив входное напряжение, можно увеличить мощность, не превышая допустимый ток. Давайте возьмем RT-9467 в режиме DCP. И также я задам максимальный ток заряда батареи в 2,5 А. Посмотрим, что будет, если поднять напряжение на входе зарядки выше 5 В. Поскольку ограничение входного тока на зарядке активно, ток батареи будет увеличиваться, но ток на входе будет сохраняться ниже 1,5 А. Когда мы достигнем ограничения в 2,5 А для тока батареи, зарядка переключится с поддержания тока на входе на поддержание тока батареи. Самсунговский AFC и куакомовский Quick Charge QC20, QC30 – это примеры систем зарядки с повышенным напряжением. Обычно 9 В вместо 5. Эти зарядки и телефоны должны установить канал связи по линиям D+, и D-, перед тем, как зарядка поднимет напряжение. Вот, к примеру, адаптер QC20. Давайте посмотрим на его выходное напряжение и на линии D+, и D-, когда я подключу к нему телефон, который поддерживает QC20. Видно, что телефон устанавливает разные напряжения на линиях данных USB. Адаптер это распознает и поднимает напряжение с привычных 5 В до 9 В. Мощность зарядки повышается примерно до 12 В. Но эти системы не совместимы со старыми телефонами. Приходится иметь кучу разных адаптеров для всех телефонов, которые у вас есть. Новые смартфоны используют новые кабели USB Type-C. Они проводят больший ток, до 3 А, а специальные кабели даже до 5 А. Разъемы симметричные, поэтому не важно, какой стороной их подключать. Что еще важнее, стандарт USB Type-C определяет способ, которым устройство будет общаться между собой, что повышает совместимость. Стандартный USB Type-C обеспечивает только 5 В и ток до 3 А. Но USB Type-C с функцией Power Delivery может дать и большее напряжение, до 20 В, и с током до 5 А, что дает максимум 100 В. Кабель USB Type-C включает в себя линию передачи данных CC. И два контакта CC на каждом коннекторе, потому что кабель можно включить наоборот. Контроллеры USB Power Delivery и в телефоне, и в зарядке будут общаться между собой через эту CC-линию. Давайте посмотрим сигналы на смартфоне Galaxy Note 10+. Я подключаю осциллограф к питанию и к линии CC. Видно, что адаптер изначально выдает 5 В. Далее напряжение меняется где-то до 8,6 В и протекает 2,7 А. Вот здесь видно связь по линии CC. Каждый пакет состоит из запроса с одной стороны и с ответа с другой стороны. Сначала адаптер говорит телефону, какие напряжения и токи он способен обеспечить. Мы называем это возможностями источника. Далее телефон говорит заряднику, какие напряжения и токи он хочет использовать, в зависимости от батареи и схемы заряда. Мы называем это возможностями приемника. Далее источник подает новые напряжения на линию. А далее приемник, телефон, контролирует процесс заряда батареи и кушает нужный ток в соответствии с установленной мощностью. Это пример USB Type-C зарядника с функцией Power Delivery. Он может обеспечить фиксированное напряжение 5,9 В и меняющееся напряжение от 3 до 11 В с максимальной мощностью 25 В. Обмен данными по линии CC обеспечивается PD контроллером RT7206A, который также меряет напряжение и ток на выходе зарядника. В соответствии с установленным током и напряжением, он будет управлять USB PD флайбэк контроллером в первичной цепи. Для повышения общей эффективности в этой разработке также используется синхронный выпрямитель. Так достигается КПД 89%. Данный адаптер поддерживает функцию программируемого источника питания, PPS. Это специальная функция, позволяющая адаптеру регулировать выходное напряжение и ток довольно точно с небольшим шагом. У адаптера есть два диапазона PPS. От 3,3 до 5,9 В и от 3,3 до 11 В. Функция PPS используется в телефонах, поддерживающих прямую зарядку. Обычные импульсные зарядники с фиксированным напряжением дают довольно большие потери при зарядке большими токами, например, 4 А. Например, RT9467 обладает КПД 89% при напряжении на входе 9 В и токи батареи 4 А. В результате почти 2 В мощности рассеивается внутри телефона. Есть системы, в которых параллельно включается ведомая схема, но КПД возрастает в лучшем случае до 91%, что при зарядном токе 4,5 А все еще дает потери примерно 1,8 В. Так как температура внутри телефона во время быстрой зарядки имеет критически важное значение, потери энергии там должны быть минимизированы. Чтобы уменьшить потери энергии в системе зарядки телефона, была придумана прямая зарядка. В обход импульсной зарядки теперь включен умный переключатель нагрузки, который подключает батарею напрямую ко входу питания. Как видно, речтековский умный переключатель нагрузки довольно маленький. В этой конфигурации мы можем использовать маломощный импульсный зарядник для предзаряда и режима постоянного напряжения. Умный переключатель нагрузки будет задействован на стадии зарядки постоянным током. Весь обмен данными для контроля зарядки теперь происходит через линию CC. Напряжение тока и температуры батареи теперь отслеживает умный переключатель нагрузки. А адаптер работает в режиме программируемого источника, PPS, в диапазоне от 3,3 до 5,9 В, меняя напряжение и ток с небольшими шагами. Большой плюс этой системы в малых потерях энергии внутри телефона. Эта часть работает с КПД 98%, и с потерянной энергией всего лишь 0,3 Вт. Здесь у нас тепловая съемка смартфона с прямой зарядкой, A, и обычной импульсной зарядкой, B. Видно, что спустя 10 минут телефон с прямой зарядкой остался почти полностью холодным, только разъем нагрелся из-за большого тока в кабеле. В телефоне с импульсной зарядкой видно большую горячую область, где расположен зарядник. Через 20 минут телефон с прямой зарядкой все еще холодный, а телефон с импульсной зарядкой нагрелся еще сильнее. Спустя 40 минут телефон с прямой зарядкой полностью зарядился и остыл. Импульсная зарядка все еще заряжает и нагревает верхнюю часть телефона. Недостаток прямой зарядки в том, что большой ток батареи проходит также через кабель. Токи больше 3 А требуют использования специальных высокотоковых кабелей. Такие кабели содержат специальную микросхему, Cable ID. Она сообщает адаптеру о свойствах кабеля и какой ток он может выдержать. Здесь вы видите пример такого 5 А кабеля. И микросхему Cable ID RT1731, которую может запрограммировать производитель кабеля. Конечно, такие кабели толще и дороже, чем стандартные 3 А кабели. Чтобы снизить ток через кабель и повысить мощность еще больше, самые последние смартфоны используют технологию Direct Charge Drop 2. Здесь используется схема емкостного делителя, понижающего входное напряжение ровно наполовину. Так, напряжение на входе вдвое выше, чем на батарее. Решение на микросхеме ReachTek, показанное здесь, содержит двухфазную схему емкостного делителя для уменьшения пульсаций и повышения эффективности. У него также есть множество измерительных функций, и он может обеспечить до 8 А зарядного тока батареи. Большой плюс этой схемы по сравнению с обычной импульсной зарядкой – это высокая эффективность. При токе заряда 5,5 А она может достигать КПД 96,5%, потери мощности всего лишь 0,77 Вт. Телефон при этом остается холодным, а ток на входе составляет всего лишь половину от тока батареи. Как и в прошлом случае с прямой зарядкой, напряжение, ток и температура батареи отслеживаются микросхемой емкостного делителя, а адаптер питания работает в режиме PPS и подстраивает свои напряжения и ток небольшими шагами. Емкостной делитель будет задействован на стадии зарядки постоянным током, а также на части стадии зарядки постоянным напряжением. Так как теперь требуется более высокое напряжение на шине, адаптер будет работать в режиме PPS от 3,3 до 11 Вольт. Эта система может обеспечить ток батареи до 6 А, с обычным 3 А USB Type-C кабелем. Общая мощность зарядки получается около 27 Вт. Давайте возьмем модуль емкостного делителя на RT-9759 и USB адаптер RichTech с функцией PD-PPS, чтобы увидеть, как работает вся система в целом. Я буду использовать хост-плату USB-PD от RichTech, чтобы эмулировать интерфейс USB-PD контроллера в телефоне. Обеими платами я буду управлять со своего компьютера. Я также буду измерять напряжение на шине, напряжение на батарее, ток на входе и на выходе. Здесь вы видите меню хост-платы RichTech. Оно показывает, что кабель подключен. В меню запроса параметров питания вы видите возможности 25-ваттного адаптера. Профили на фиксированные 5,9 Вольт и два профиля с регулируемым напряжением. По умолчанию он выдает 5 Вольт. Для начала я немного изменю настройки и защиты RT-9759. Максимальное входное напряжение и ток батареи. В этом примере я включу предупреждение о перенапряжении на батарею в 4,2 Вольта. Чтобы начать использование ямкостного делителя, нужно установить напряжение на шине немного выше, чем 2 напряжения батареи. Поэтому в меню хост-платы я выбираю режим от 3,3 до 11 Вольт, начальное напряжение на шине VBUS 7,8 Вольт и ток в 2,75 А. Теперь мы можем включить ямкостной делитель. Вы можете видеть ток шины и ток батареи. Мы работаем в режиме PPS с управлением по напряжению. Теперь нам нужно небольшими шагами поднять напряжение на шине, чтобы добиться тока на шине в 2,75 А. Как видно, запрос напряжения выше 9 Вольт на шине более не приводит к росту тока на шине. Так что теперь мы работаем в режиме PPS с ограничением по току, 2,75 А. Ток заряда батареи сейчас вдвое больше, чем 2,75 А, то есть 5,5 А. По мере заряда батареи, нужно постоянно повышать напряжение на шине, чтобы система продолжала работать в режиме ограничения по току. Спустя некоторое время мы достигнем напряжения на батарее в 4,2 Вольта, и RT-9759 покажет предупреждение о перенапряжении батареи. Теперь нам нужно перейти в стадию с зарядкой постоянным напряжением. Мы снижаем ток на шине PPS, и это приводит к снижению напряжения на батарее. Так мы убираем предупреждение о перенапряжении. Спустя некоторое время предупреждение о перенапряжении батареи снова появится. Тогда мы уменьшим ток на шине еще меньше, ну и так далее. Таким образом, мы поддерживаем напряжение батареи на уровне 4,2 Вольта, в то время как ток заряда плавно уменьшается. На низких зарядных токах мы отключим им косной делитель. Предыдущие измерения на Galaxy Note 10 Plus показывают, что он работает в режиме Direct Charge Drop 2. Чтобы в этом убедиться, подключим анализатор протокола PD. Он расшифрует обмен данными между адаптером и телефонным по линии CC. Нижнее окно показывает напряжение и ток в линии. Сначала тут 5 Вольт, а затем поднимается примерно до 9. Давайте подробнее рассмотрим обмен данными. Здесь видно, как адаптер передает возможности источника на телефон. Смартфон сначала выбирает профиль с фиксированными 5 Вольтами. Далее смартфон выбирает профиль 4, который на самом деле профиль PPS для зарядки Direct Charge Drop 2. В режиме PPS телефон продолжает запрашивать новые значения тока и напряжения. Я записал полный цикл заряда. Здесь видно, батарея заряжается в режиме постоянного тока. Здесь телефон запрашивает один и тот же ток, но постоянно поднимает напряжение, чтобы поддерживать заданный ток. Здесь система переходит в режим зарядки с постоянным напряжением, где телефон постоянно снижает ток PPS, оставляя напряжение на батарее неизменным. Вот здесь отключается схема емкостного делителя. И телефон запрашивает профиль 2, то есть постоянные 9 Вольт. Импульсная зарядка в телефоне задействуется для финальной стадии зарядки постоянным напряжением. Так как 25-ваттный адаптер от Ричтек также поддерживает USB PD PPS, он будет также работать с этим телефоном. Как видите, телефон заряжается с примерно тем же уровнем мощности, так что совместимость очень хорошая. Galaxy Note 10 Plus может также работать с 45-ваттным адаптером, который поддерживает PPS от 3,3 до 11 Вольт при токе 4 А. Так что этот адаптер должен использоваться с высокотоковыми кабелями с Cable ID. Мы можем проверить это с помощью анализатора протокола. Здесь видно, как адаптер общается с микросхемой Cable ID, которая показывает, что кабель может выдержать 5 А. Как видите, адаптер сейчас сообщает о возможностях источника 11 Вольт 5 А. Видно, что здесь телефон выбирает профиль PPS с 11 Вольтами и током 3,75 А. Так что батарея будет заряжаться током 7,5 А. Но какие схемы заряда будут использоваться в телефонах будущего? Мы знаем, что некоторые будущие телефоны будут использовать систему DROP-4, которая в целом состоит из двух емкостных делителей, соединенных последовательно. Это будет делить входное напряжение на 4 и умножать входной ток на 4. Так что с 3 А кабелем можно получить зарядку 12 А. Другие производители соединяют две батареи последовательно, чтобы поднять общее напряжение батареи и заряжать ее одноступенчатым емкостным делителем в режиме PPS. Второй емкостной делитель используется для понижения напряжения двух батарей, для того, чтобы лучше согласовать его с электроникой телефона. В любом случае, нужен адаптер с поддержкой PPS с напряжением до 20 Вольт. Вот пример 60-ваттного адаптера, который такое поддерживает. В будущем вы увидите не только высокомощные USB-PD сетевые адаптеры, но также новые машины будут оснащены мощными USB-PD портами, питающимися от аккумулятора автомобиля, как эта плата на RTQ7880, с понижающе-повышающим преобразователем на 60 Вт. 60-ваттные системы могут использоваться не только для зарядки телефона, но также новых планшетов и ноутбуков с портом USB Type-C. Надеюсь, это видео вам понравилось, и также вам понравилось, как КТ-315 его перевел. А если не нравится, то можете сделать свой перевод, никто не будет против, я думаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!